На прошлом уроке мы поговорили о 12 из 14 форм глагола ЯТИ и остановились на форме АТИ. В основе было АТИО. Что касается окончания этого глагола, то здесь применено то же самое правило, что и в форме ЯТИ. То есть огласовка Дома считается трудной над буквой Я, поэтому Дома удалили, после чего у нас осталось АТИО. Дальше мы видим, что в начале этого глагола имеется 2 хамзы. Первая – это приставка глагола Аль-Мудара, а вторая хамза – это первая корневая буква этого глагола. Есть правило, которое гласит, что если в начале слова имеются 2 хамзы, одна за другой, где первая хамза, естественно, имеет огласовку, а вторая является сакунированной, как здесь у нас АТИО, то в этом случае вторая хамза меняется на Харф Аль-Муд, на букву Долготы, которая соответствует огласовке первой хамзы. Делается это для легкости произношения, или Тахфифи. То есть, если огласовкой первой хамзы является фатра, то мы меняем вторую хамзу на Алиф, если же Дома, то Навау, а если Касра, то Ная. Например, Амана, мы говорим Амана, заменив вторую хамзу на Алиф. Умину, Умину, если Мудара. Или же Амана, Умина, Умина, Уфаиля. Тогда Умина, Умина, Иманун, Иманун, мы скажем Иманун. Теперь в нашем случае с глаголом АТИО, АТИ, мы видим, что у него в начале имеются две хамзы, где вторая имеет сакуни, а первая огласована Фатхой. Фатха соответствует Харф Амадду, букву Долготы, Алиф, поэтому мы меняем вторую хамзу на Алиф, после чего у нас уже получается АТИ. Приведем другие примеры от этого глагола, если образовать форму АТИО. Аль-Амр, форма приказа повеления, то по основе должно было быть ИТИ, с двумя хамзами в начале. Но согласно правилам, мы здесь заменяем вторую хамзу буквой Долготы, которая соответствует кастри первой хамзы. И в итоге получается ИТИ, та же самая картина и в образованном от этого глагола производного мастера ИТАУН. Основой было ИТАУН. Здесь также, согласно этому правилу, мы заменили вторую хамзу на букву Я, после чего у нас получилось ИТАУН. Та же самая картина наблюдается и в форме прощадчивого времени АЛЬМАДА этого же глагола, его мастера. Например, АТАЯ, АТАА, АТАЯ, АТАА, в той же самой форме страдательного залога АЛЬМАДА, УТИЯ, мы скажем УТИЯ, УТИЯ. Где мы заменили вторую хамзу буквой Долготы, ХАРФАМАД ВАУ, так как вторая хамза сакунированная, а первая огласована ДОМАЯ. А ДОМИ соответствует, естественно, ХАРФАМАД ВАУ. Эти три слова АТАЯ, УТИЯ и ИТАА очень часто встречаются в Коране, что указывает на важность изучения подобных правил, также знание этих правил необходимо для поиска нужного слова в словарях и т.д. Приведем другие примеры для данного правила. АКУЛУ, мы скажем АКУЛУ, заменив вторую хамзу на АЛИФ. АМУРУ, АМУРУ, АХУЗУ, АХУЗУ, АМУЛУ, АМУЛУ. То же самое мы можем увидеть и в именах существительных, например, АБУН, в основе АБАУН, потом АБАУН, заменив вторую хамзу на АЛИФ. ИСМУН, АСАМУН и АСАМУН. В основе было АРАУН, потом АРАУН и АРАУН и т.д. А что касается последней формы этого глагола НАТИ, то здесь на конце мы применили то же самое правило, что и в глаголе ЯТИ, в форме ЯТИ или НАТИ, ТАТИ, без разницы. Ведь окончание одно и то же, мы просто удаляем дому, было НАТИ, стало НАТИ. Наконец проведем полное спрячение глагола ЯТИ, дабы учащийся мог ориентируясь по нему спрягать подобные глаголы, например, ЯБНИ, ЯМШИ, ЯЖРИ, ЮЖРИ, ЯРТАШИ, ЯСТАДАИ и т.д. Итак, ЯТИ, ЯТИЯНИ, ЯТУНА, ТАТИ, ТАТИЯНИ, ЯТИНА, ТАТИ, ТАТИЯНИ, ТАТУНА, ТАТИНА, ТАТИЯНИ, ТАТИНА, ТАТИЯНИ, ТАТИНА, ТАТИЯНИ, ТАТИНА, АТИНАТИ, ВАЛЛАХУ АЛАМ. Следующее слово это Афваджа по модели Афалун. Множественное число слова Фауджина. Значит, Фауджина это у нас Исман Суласиун Муджарадун. Трехбуквенное имя без добавления. Угайру Сахихин, Угайру Сальмин. Неправильное, нездоровое имя. Так как его Айн, его вторая корневая буква, это слабая буква Вау. Фауджин у нас по модели Фаалун. Аллаху Адам.